Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня я вам буду рассказывать про укачивание и как гомеопатия может помочь при различного вида укачиваниях. Эти укачивания могут быть в автомобиле, укачивания могут быть в самолете, морском круизном каком-то лайнере. Также эти укачивания могут быть при походе в кино, когда пациент одевает 3d очки, также укачивания могут быть при когда человек смотрит на движущиеся предметы и укачивание могут быть при езде на каруселях, на качелях. Вот эти все виды укачивания есть определенные гомеопатические препараты, которые вам помогут. Начну с первого. Первый гомеопатический препарат это боракс. Опишу его симптомы. Тошнота и укачивание возникают при резком движении вниз. То есть эти движения могут быть вследствие, например, спуске с горки, при резком движении вниз лифта, при воздушных ямах, когда вы летите на самолете, при спуске по посадке, когда закладывают уши. Пожалуйста, можно принимать боракс. И все эти симптомы снимаются в шестом разведении, если принимать боракс. Можно частыми приемами по одной крупинке каждые 5 минут принимать, до улучшения состояния. Следующий препарат цинамониум. Тошнота и все симптомы укачивания возникают при езде в автомобиле или в другом транспорте. Но когда перестается движение, все улучшается. Как только вы опять поехали, опять возникает тошнота. В этом случае цинамониум препарат можно принимать. Следующий препарат коккулюс. Препарат часто может пригодиться пациентам, которые либо с детства страдают от укачивания. Но чаще всего коккулюс, по моим наблюдениям, он может пригодиться молодым родителям, которые только начинают ухаживать за малышами. Они не досыпают, заботятся о малышах и у них возникает ковоокружение. Мамочки часто говорят, меня никогда не укачивало до беременности, до родов. Вот я как родила малыша и не могу даже смотреть на движущиеся качели. Пожалуйста, коккулюс в шестом разведении можно принимать. Также коккулюс пригодится при поездке в автомобиле или при морском каком-то путешествии, когда все симптомы ухудшаются в вертикальном состоянии. И ухудшается, когда пациент смотрит на движущиеся предметы. Ему легче в горизонтальном положении и легче, когда он находится в каюте, то есть он не смотрит на эти мелькания. То есть вот в этом случае коккулюс в шестом разведении можно частыми приемами, он все симптомы снимет. Следующий препарат колхекум. Колхекум в шестом разведении пригодится, когда все ухудшения, тошнота, головокружение возникает от запахов. То есть любой запах вызывает головокружение и тошноту. Также пациенту лучше при открытых окнах, то есть свежий воздух уменьшает все симптомы. И пациенту лучше на палубе, если это морское путешествие. И лучше от любого вида свежего воздуха. Следующий препарат называется петролиум. Он пригодится, когда несмотря на тошноту и головокружение, все симптомы улучшаются от еды. То есть такие люди часто в самолет берут с собой какие-нибудь вкусняшки или элементарно что-то перекусить, чтобы все симптомы у них исчезли. То есть возникает тошнота, они что-то едят и им становится легче. Вот в этих случаях петролиум вам пригодится. Следующий препарат табакум. Табакум тошнота возникает и головокружение сопровождается резким побледнением лица. Вплоть до зеленого может быть лицо, цвет. Выступает холодный пот на лбу или где-то еще в теле. Такая выраженная слабость возникает, такое предобморочное состояние от укачивания. В этих случаях табакум в шестом разведении частыми приемами улучшит состояние. И последний препарат теридион. Теридион принимает, применяется в случаях сильной рвоты. Тоже пациент будет очень чувствительным к шуму. То есть табакум в глазах и чувствует себя лучше, когда фиксирует взгляд на чем-то. Табакум, забыла сказать, хорошо, когда наоборот, пациент закрывает глаза. То есть ему легче, когда он глаза закрывает. А теридиону, пациенту, которому нужно назначить теридион, ему лучше, когда он, наоборот, глаза открывает. Это, наверное, все препараты, которые вам могут пригодиться при укачивании. Если вы собираетесь в путешествии, пожалуйста, эти препараты имейте с собой в аптечке. Еще раз повторю, все препараты. Первый – боракс, второй – цинамониум, третий – коккулюс, четвертый – колхикум, пятый – петролиум, шестой – табакум и седьмой – теридион. Всем спасибо за внимание, всех благ, здоровья. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.